всем привет это новый влог да я вернулась сегодня будет такая на домашнем просто расскажу что да как что нового и да мы повесили лампочку и вот такую обычную белую повесили на кухне если честно какое-то время я просто не снимала потому что у меня закончилась память на телефоне да такое тоже бывает что из новенького в течение недели я так понимаю я выйду уже на работу 5-2 прикиньте это просто я и работа 5-2 посмотрим еще мне придется просыпаться в 5 утра а то и раньше я не знаю как это вообще произойдет я просто я буду снимать влог мне кажется я просто это будет супер интересно помнила что не рассказала про собеседование как я их проходила куда я устроилась я скажу наверное уже позже когда выйду на работу в общем и первое собеседование пришла там все было хорошо на втором собеседовании я соответственно уже общалась с руководителем как бы и чар отдела и руководителем отдела которым я буду работать это был трэш я знала что существует стресс собеседование но я не думала что это она точнее я не думала что она будет со мной как это сказать я не думала что она будет здесь и я не уверена стресс собеседование ли это было потому что никто после собеседования не сказал что просим прощения что там это не было реальное общение это было стресс собеседование потому что там на просто гнали реально женщина говорила вы мне врете почему вы мне врете я вам не верю типа скажите по как есть там у нас еще не работаете короче какие-то просто вещи я не знаю я надеюсь что это было реально стресс собеседование потому что иначе мне страшно если там такая реальная культура и там за такая этика в компании мне просто странно поэтому не знаю но там коллектив молодой поэтому надеюсь что все будет класс но это был трэш я даже вспоминать не хочу не прям противно было после этого после собеседования засыпала думаю боже как мне неприятно что со мной так разговаривали короче не знаю посмотрим что как будет очень интересно прям реально в предвкушении как все пройдет как будет моя адаптация проходить потому что такая профессия точнее работа вообще из другой сферы в которой я никогда не сталкивалась только вот с периода с сентября по там январь я этой работой занималась частично поэтому посмотрим что как будет мне само очень интересно надеюсь что начальство все-таки адекватная ну как минимум та женщина я так понимаю не адекватная но надеемся на остальных или как там следующая шок новость я пью витамины потому что мне дико тяжело просыпаться по утрам не просто что там я не выспалась и так далее допустим могу спать по 8 по 9 по 10 часов и больше но есть слабость в теле даже если допустим сплю там 7 часов это не зависит от количества ну вот продолжительности сна это зависит от не знаю какого-то физического состояния то есть не просто нет сил в теле чтобы проснуться чтобы подвигать руками для этого я сейчас пью следующие витамины часть из них мне прописал врач часть я назначила себя сама потому что у меня уже такое было и я подумала что наверное это она так первое это d3 макс я пью каждый день это такая штука я так понимаю польская то есть не аква датрим который все пьют а другой флакончик короче этого нажимаешь и просто капелька выходит тебе на язычок очень удобно дозировать просто супер в общем пьют каждое утро также я пью йодамарин я взяла стол потому что маленькая дозировка но пью по две штуки если честно можно пить и по одной так чисто на зимний период времени потому что зимой реально не хватает витаминов я думаю всем и следующая я пью феррумлек 100 миллиграмм это таблетки это железо у меня уже была ситуация когда у меня было очень низкое железо на самом деле я думаю что очень многих женщин и девушек вообще людей не только женщин девушек мужчин тоже низкое железо и это тоже проявляется в усталости сонливости в слабости и так далее головокружениях поэтому я сейчас решила пропить как мне уже прописывал врач и аскорбинки витамин c конечно же потому что не во всех продуктах содержится много витамина c например там съесть один апельсин не равно норма витамина c в день вот и еще до этого мне до этого мне врач прописывала омегу я пила вот такую с витамином е по одной штуке в день и прописывал на один месяц поэтому сейчас я не пью просто оставила на подержать потом пропью уже после и в течение срока когда можно будет это все а еще представляете я узнала что существуют чайники ну чайники я узнала что существует чайники которые подключаются к bluetooth вашему телефону собственно как и например просто мощная машина который у нас есть и можно выстраивать температуру да на которую ты хочешь погреть себе в воду это может допустим просыпаться и в цити в телефон на включить там не знаю воду на 60 градусов и сразу ты приходишь на кухню и выпиваешь уже стакан воды уже греты потому что меня реально очень раздражает с утра я утром пью псиллиум это шелуха семян подорожника стакан и мне нужно в общем пить это все запивать водой но так как я не люблю пить холодную воду и даже не люблю воду комнатной температуры потому что мне все равно это холодно я люблю теплую воду и мне приходится включать чайник ждать пока он погреется даже не до конца но все равно я не понимаю насколько вода горячая насколько она холодная приходится трогать пальцем короче это какие-то мороки ну реально уже как это за скоки наверное да слишком от жира бешусь вот да но все равно хочется такой чайник реально мне не было давно хотела каких-то вообще в целом там хотелок технических и так далее но у меня есть хотелка вот такой чайник при этом я понимаю что он мне наверное и не нужен то есть у меня есть хороший чайник он у меня все греет воду и так далее но хочется такой супер мега умный чайник а еще из супер мега умного мы не пользуемся посудомоечной машины реально она у нас 45 сантиметров сейчас я покажу но мне намного проще взять и помыть посуду руками чем открывать посудомойку загружать ее потом допустим на ужин тоже открыть ее загрузить и потом она будет мыть и потом все это разгружать честно мне намного удобнее помыть посуду руками и еще бывает что не всегда посуда хорошо моется и приходится все равно быть руками вот так тот редкий случай когда я загрузила пустомойку точнее она уже помыла на полтора часа ее ставила у нас мидеи вообще считается хорошие пустомойки именно мидеи вот она немного на самом деле посуды здесь совсем чуть-чуть я готовила блинчики я тот человек который зачастую недоедает типа съезд и часть оставит я очень надеюсь снимать побольше видео потому что обожаю их пересматривать реально обожаю их пересматривать постараюсь не пропадать но как получится здесь вообще не обещаю еще на заднем плане вот она звездочка мы назвали это подушка не беременных но это просто потому что я люблю спать так мне очень удобно закидывать ноги на одеяло свое но теперь у меня появилась такая подушка для беременных а это очень удобно просто лечь ногу положить на подушку еще сверху крыться одеялом это просто супер класс реально кто не враговал всем советую очень топовая реально топовая штука просто бомба а еще мы начали смотреть новый сезон беременна 16 мама в 45 если честно ощущение что у некоторых героинь из беременна в 45 нет ну столько же мозгов сколько и у 16-летних девчонок потому что иначе никак 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 не описать их поступки блин вот сижу короче выбираю сейчас буковки просто не лень телефона все подключать вот буду смотреть наверное серию беременна 45 вот и заканчивать на этом волок так просто я вернулась я буду снимать видео очень много каких-то дел много очень много стресса переживаний чего-то такого неустойчивого временного поэтому наверное я и не снимала видео потому что не было совершенно на это настроение когда все такое спокойное равномеренно и тогда снимать хочется но так как я скоро выйду на работу то это будет новая ветвь и буду рассказывать делиться эмоциями впечатлениями что да как а еще на неделе мы идем в театр поэтому обязательно всем пока ну все я заканчиваю влог пока пока